Буквально за несколько минут едкий дым заполнил верхние этажи торгового центра «Зимняя вишня». Свет погас, люди в панике искали выход в темноте. С этой вспышки электропроводки в 20 часов и 22 минуты 3 апреля начался масштабный пожар на центральном рынке. Спровоцировала его глыба льда, рухнувшая на переплетение электропроводки и щиток. На данный момент это основная версия причины возникновения огня, которую озвучивают специалисты. Из искры разгорится пламя. Так когда-то выразился Владимир Ленин о революции, однако он и не подозревал, что это определение лучше всего подойдет к истории возникновения крупнейшего пожара в Нефтекамске. В считанные минуты небольшое возгорание в здании арсенала разрослось до пожарища. Знаете, что может быть гарантией и защиты от повторения подобного? Только одно. Мы должны измениться. Мы с вами. Мы должны стать немного параноиками. Это только звучит странно, а на самом деле не так сложно. Очень странное сооружение внутри Центрального рынка. Я так понимаю, что это новый торговый центр. Большая-большая палатка. Внутри стоят деревянные перегородки с ДСП. Видимо, жизнь ничему не учит владельцев торговых точек. Тут летом парней будет. Здесь? Какой парень? Ну, кондиционеров не куча. Да, конечно. Сдеваются над людьми. Ты что, они там захотеют? Только кондеры ставят. Я еще что-нибудь интересное сюда вообще не захожу. Я захожу, там деревянные перегородки даже с ДСП бутики. Я вообще там не был. А там что? Чем торгуют? Вещами вот вместо этих торговых палаток. А, их переселили. Да, там уже все деревянное. Короче, и народ хавает, пофиге. Что будет, если эта штука загорится? Этот пластик. Пластиковое покрытие потекет. Загорится ли? Не знаю, надо провести эксперимент. Ну что, кусочек нашел, валялся тут. Из материала, из этого. Посмотрим. Тест проведем. Как она горит. Плавится. Ветер. В другом месте зажгу. Так следственный эксперимент. Насчет горючести торговой палатки. Каким проводить. Горит. При открытом огне горит. Температура нужна. Все. Горит и плавится. Выделяет. Едкий дым. Едкий дым выделяет. Если внутри перегородки загорятся, это будет вот такая фигня. То есть, пожароопасная у нас палатка. То есть, она поддерживает огонь. Самостоятельно отыскрировано и загорится. А при открытом огне, внутри, например, он загорится. При замыкании тоже не загорится. Вот. То есть, ему нужна температура горения. Вот. Рядом с этим горит. Едкий дым. Очень сильный. Опасность не в самом пожаре, а в этом дыме. Потому что люди угорают. Не надо первым добежать до выхода. Ненарушены были, кажется, все мыслимые нормы. Поэтому виновным можно назначить кого угодно. Непосредственных исполнителей, проектировщиков, надзорные органы. Выбор огромный. Вы когда заходите в торговый центр, магазин, кинотеатр, любое общественное место. Часто ли смотрите на план эвакуации при пожаре? Спасибо. 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 Спасибо.